Перефразировав цитату из фильма «Лучшие предложения», можно сказать, что люди – они как шестерёнки, и если долго находятся вместе, то притираются друг к другу, в итоге любое сосуществование становится возможным. В данном ролике мы рассмотрим 7 этапов развития взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Человеческие эмоции, как произведения искусства, их нетрудно подделать. Иногда они только кажутся подлинными, а приглядишься – фальшивка. Интерес к определённому человеку поневоле рождает убеждённость в том, что он прекрасен. Данный тезис, безусловно, можно отнести к начальной стадии отношений, включающие в себя увлечённость и азарт. Затем начинается следующий этап, который включает в себя такие понятия, как доверие, компромисс и приверженность. Каждая из этих фаз предоставляет свой собственный набор возможностей для их развития. Понимание и принятие этих этапов может способствовать более здоровым и полноценным связям в сложном ландшафте человеческих взаимоотношений. Любовь – это восхитительный обман, на который человек соглашается по доброй воле. Александр Сергеевич Пушкин. Этап первый. Эта фаза, медового месяца, характеризуется такими чувствами, как влечение, трепет и влюблённость. Пары в этот период часто чувствуют себя на седьмом небе от счастья, и все для них, друг в друге, кажется идеальным. Ведь, как заметил Амар Хайям, в любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства. Этот этап обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok «Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя». Михаил Михайлович Жванецкий Второй этап – стадия осознания. На этом этапе пары начинают видеть недостатки и изъяны друг друга. Приходит осознание того, что партнёр не идеален, и что между ними есть различия. Этот отрезок взаимоотношений является одним из сложнейших, поскольку он требует, чтобы пары осознали эти различия и научились принимать друг друга такими, какие они есть. Глупый мужчина пытается перевоспитать женщину. Умный стремится её научить. И только мудрый совершает почти невозможное, любит её такую, какая есть Оскар Уайльд. Третий этап характеризуется как стадия восстания. На этом отрезке пути пары могут начать нарушать границы друг друга и испытывать желание бунта. Это может быть время конфликтов, вызванных борьбой за власть, а точнее доминирование в отношениях, когда пары пытаются утвердить свою индивидуальность и стараются показать своё превосходство один над другим, сохраняя при этом натянутые взаимоотношения. Любить не значит смотреть друг на друга, любить – это значит смотреть в одном направлении. Антуана де Сент-Экзюпери Четвёртый этап можно охарактеризовать как сотрудничество. Здесь пары ориентированы на взаимовыручку и партнёрство. Они начинают действовать сообща, чтобы преодолеть трудности, возникающие на предыдущих этапах, и построить совместную дальнейшую жизнь. Взаимные уступки и компромисс – ключевые союзники на этом этапе. Иногда для сохранения отношений женщине необходимо закрыть рот, а мужчине – уши. А. Генри Пятым этапом является фаза переоценки – это время сомнений и вопросов. А нужны ли мне эти отношения? Чувствую ли я себя комфортно в них? Удовлетворены ли мои потребности? Это фаза размышлений, анализа и самоанализа, когда пары расставляют свои цели и приоритеты. Отношения становятся счастливыми не потому, что люди так здорово ладят друг с другом, а потому, что они упорно преодолевают те моменты, где они не ладят. Сергей Минаев Этап стабильности является шестым. Если пары способны справиться с трудностями предыдущих этапов, они могут достичь точки стабильности, когда отношения кажутся прочными и защищёнными. Пары на этом этапе создали прочную основу доверия, общения и взаимного уважения. Когда ты понимаешь, что хочешь провести с этим человеком остаток жизни, ты хочешь, чтобы остаток жизни начался как можно скорее. Гарри Бернс Этап принятия обязательств, седьмой, заключительный, он характеризуется глубокой привязанностью. Пары к этому времени готовы взять на себя официальные обязательства, например, съехаться или пожениться, или они могут просто испытывать сильное чувство преданности друг к другу. Этот этап требует постоянных усилий для поддержания отношений для дальнейшего совместного сосуществования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok